Инкубация индюшинных яиц Продолжалась вот эта инкубация Проводил я инкубацию В простом пенопластовом инкубаторе Несушка Би-2 С учетом того, что я Немножечко переделал Добавил в этот инкубатор вентилятор Кулер, чтобы лучший воздухообмен был И результаты меня, если честно Так поразили Поразили, я не ожидал такого выхода Но надеялся где-то примерно Хотя бы процентов на 40-50 Чтобы у меня получалось Но выход получился Очень хороший Я сейчас озвучу Озвучу результаты Чего нам удалось засидеть За эту инкубацию За 4 месяца Сколько получилось у нас цеплят Сколько у нас было Тех или иных показателей Давайте послушайте Всего у нас за весь период За эти 4 месяца Было заложено 114 яиц Мы получили от 2 индеек 114 яиц Яиц на самом деле было больше Но какие-то не подходили По параметрам По инкубационным Мы их не закладывали Но тем не менее Вот 114 яиц Мы заложили в инкубатор Завершила свою инкубацию Уже на данный момент 109 яиц Из этих 109 яиц Вылупилось 88 цеплят Вы представляете Вот это вот 109 и 88 Это больше 80% У нас получился Выход цеплят Из инкубационного яйца Это очень отличный показатель Я считаю Дальше было 12 болтунов И задохликов было 9 Тоже из всего количества Оплот получается очень Такой значительный 90% Оп, тихонечко Оплот получается 90% Из 109 яиц 12 болтунов Практически 90% оплот Индюк у нас хороший рабочий получился Было в этих 109 яиц 9 задохликов Задохлики Это цеплята Которые практически Развились в яйце Завершили свой инкубационный период Но не смогли Уже на конечной стадии Вылупиться Вот 9 штук всего Это тоже я считаю Это немного Из всех вылупившихся цеплят Отход состоял всего 8 особей Это на первой стадии Буквально это все эти За отход вот этих цеплят Был Ну в первые дни жизни Когда Цепленок родились Вылупились Они вылупились Но Были Слабоватые Такие Не от каких-то там болезней Они погибли Чисто от своей Слабости Все равно Как ни крути Инкубация вот такая Она Подразумевает Все равно Где-то немножечко Цепленок слабоватый Где-то пришлось ему помогать Да Вот часто Часто приходилось Помогать цеплятам Вылупляться Самостоятельно Цепленок проклюнулся Но На этом как бы этапе Он останавливается И сидит в яйце Немножечко Расковыряешь яйцо И он Начинает уже Самостоятельно Самостоятельно Вылупляться То есть Некоторые цеплята Были Немножко Слабенькие Вот В этих цеплятах Как раз получился Отход 8 штук Вот Дальше Все количество Мы Не планировали Себе оставлять И вот Из этих 80 с лишним цеплят 65 мы Реализовали Реализовали Успешно Не по Очень дорогой цене Но тем не менее На сумму Почти 15 тысяч рублей Эти 15 тысяч рублей Они покрыли Все расходы На содержание Индюков Родительского Поголовья Содержание Вот этих Молодняка То есть Покрыли Все расходы Слихвой Это очень хорошо Сейчас на данный момент У нас Находится 15 цеплят 5 еще Яиц 5 яиц Находится в инкубаторе Плюс 5 яиц У нас там Содержатся От Бролерного яйца Коп-700 У нас Они не вошли В другой инкубатор В Блиц Норма 72 Яйцо крупное Не вошли Мы переложили Их Вот я переложил Их в этот инкубатор И посмотрим Как они у нас Завершат Свою инкубацию В пенопластовом Вот этом инкубаторе Очень отлично Друзья Очень Вот вообще Замечательный результат На мой взгляд Я действительно Не ожидал Не ожидал Что вот так Все это пройдет Успешно Получить От своих От двух Индеек Почти 100 Почти 100 цыплят Это вообще Отличный Такой показатель Это видео Будет полезно Тем людям Которые Имеют Свою домашнюю птицу И хотели бы От своей домашней Птицы Получить Какое-то Максимальное Поголовье Вот этот способ Ступенчатой инкубации Все Ролики Я Оставлю В конечных Заставках И ссылки На ролики Будут в описании Внизу под видео Смотрите Как она Все это проходила Несколько роликов Уже На эту тему Было снято Анализируйте Изучайте Если кому-то пригодится Конечно Я буду очень рад Рад был Поделиться Вот этой информацией Вот Сейчас Вот Если у нас Еще 5 Цыплят Вылупится У нас Будет 20 Цыплят Индюков Будет У нас 20 Индюшат Это вполне Достаточно Для нашей семьи Вот Один цыпленок У нас С плохими ногами Где-то На второй Или на третий День Он Упал на ноги И вот Сейчас Вот так Передвигается В полусогнутом Состоянии В принципе Развивается Растет Только Единственная Патология Вот многие Может Не дополучил Витаминов Может Что-то Ну Изъяны Бывают У всех И у людей И у животных Руки Ничего Такого Страшного В этом Нет Выживет Выживет Не выживет Ну Значит Такая Судьба Значит Так Друзья Ставим лайки Пишем комментарии Рад был Поделиться Вот этой Информацией Делитесь Этим Видео Со Своими Друзьями Может Еще Кому-то Это Пригодится А с вами Я прощаюсь Вам я желаю Добра Выращивайте Здоровую Птицу Вам я желаю Тоже Здоровья Всем до новых встреч Друзья Пока Пока Вот так Вот так Вот живем Мы в Зауральском Подворье Выращиваем Экспериментируем Ищем Способы Наименьше Затратные Чтобы Можно было Как-то Обеспечить Свою Семью Конечно Это Стоит Труда Это Большой Огромный Труд Это Постоянный Контроль Но Тем не менее Те люди Кому Это Интересно Этим Заниматься Они Этим Занимаются У каждого Своя Интересная Работа У каждого Своё Интересное Занятие Ну все До новых встреч Друзья Подписывайтесь На канал